здравствуйте дорогие друзья и гости на моем канале сегодня я решила сделать вам маленький обзор своей швейной комнаты думала как его делать но думала как-нибудь прибраться но знаете здесь так все загружено но и браться нечего потому что все лежит на своем месте маленькая комната наша рабочая комната не такая большая и покажу как есть все покажу как есть давайте сейчас я переведу камеру и пройдусь вместе с вами и друзья начинаем с того что с прихожей здесь маленькая прихожина в третьем этаже здесь у нас детская комната игрально и здесь прям сразу рабочая комната здесь это комната скоро будет миккина отдельная комната мы их разделим потом а сейчас они спят в одной комнате ну вот начинаем с моей рабочей комнаты наша рабочая комната скорее потому что это место моего мужа здесь он работает когда он дома компьютер и все что здесь стоит это все от фирмы его и его место рабочее так наш принтер на принтере какой какие документы лежат которые наверное это просто листовки которые мне нужно иногда на выкройку здесь для финансам такое что ну короче все что нужно алекса стоит нашка эти таблетки или лептопы называется ноутбуки если вы тренировочная сумка еще стоит за углом здесь просто шкафы еще с эдэшками старыми записями фильмы всякие ну короче моя доска настольная доска телевизора когда хотим можем включить телевизор посмотреть ничего особенного такое знать электрика все что нужно для всяких компьютеров вот начнем дальше налево идти этот стол вообще классный такой классный стол себе такой заказал его можно когда если побольше места у меня будет швейной тогда я себе тоже такой стол закажу что можно на самый верх двигать если захочешь классный но его можно столешницу еще больше делать это это как захочешь так здесь кое-какие коробки стоят но еще не все на свое место нашло потому что сюда хотел кое-что комодик поставить но еще не знаю короче это по идее было временное место потому что мы планировали что я будет большая мастерская у меня в подвале пока еще не знаю потому что мне здесь как-то удобно и уютно ну вот здесь нитки у меня лежат в основном в коробках нитки всякие которые лишние здесь всякие тесьмы и все 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 там есть коробка сзади с камнями танцевальными и еще кое-какие лоскутки ткани которые совсем не нужны уже по идее надо разобраться здесь здесь ткани танцевальные тоже которые очень долго лежат здесь никому нужны ну и здесь эта коробка по идее косметика ее нужно убрать в другую комнату и разобрать здесь я уже свой новый проект уже выкроила потом обязательно вам покажу этот проект будет для своей новой фирмы для интернета выставлю я шью для дочки нужно фотографии сделать ножницы лежат камешки кое-какие ну вот и там тоже ткани в основном лежат у меня это полка она отвисла она кое-что она ведь она не сейчас не стабильно здесь висит поэтому я попыталась ее как максимально разгрузить наши очень многие вещи которые здесь лежат и вот тут лежат они были там наверху и сейчас пришлось мне это разгрузить полностью эту полку и чтоб там вообще тяжести не было на это большой полка а так она здесь даже у меня стоял тяжелые как называется тяжелые блин я еще когда снимаю слов не нахожу утюг там стоял два утюга стояла и очень много что еще стояла и по идее полка массивная она держится но у нас стена не массивная здесь и она это конечно не не выдержала поэтому надо конечно здесь заново все снимать и заново все прикручивать ну короче есть что делать мое рабочее место мой рабочий стол что сказать об этом мой мой папа делал этот стол он классный он такой длинный стабильный здесь вот это даже можно еще выдвинуть если бы место было бы в другой квартире мы это полностью такой большой столешница большая была короче ну вот стол моя разрезальная доска здесь я вот могу видео делать подвешивать телефон делать съемки это специально такая разрезальная доска чтобы она можно на ней разрезать все моя обычная машинка насчет машинок я вот на этой неделе планирую дальше делать видео отдельно по каждой машинке у меня три машинки которые основные это моя старенькая синьорка она супер 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 машинка когда я училась на закройщика тогда она я ее покупал это 20 лет назад было и она до сих пор супер супер когда мой мастер сказал что покупай если вы покупаете машинки никакие компьютеры вот только с кнопочками тогда она будет долговечная как только компьютера компьютер вечно ломается ну вот вторая машинка это распошивальная машинка мой оверлок так здесь загрузила я то что в прошлой неделе вам показывала здесь всякие кнопочки еще этого стояла на верху сейчас сюда вниз сошло здесь мне нужно иногда распошивание кое-что прогонять ну и под руками лежат иголки так эта машинка я уже вам показывал прошлой неделе встала она пока туда ну и всякие нужные нужны всякие вот эти линейки всякие 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 я их пока никуда не развешиваю могла бы сюда допустим в угол повешиваясь совокупность место есть но как я вот именно я не планировал здесь на долго находиться тогда и до сих пор я здесь долго нахожусь ну мусорное ведро который каждый раз пользуюсь здесь у меня швейный беспородак нет здесь есть лица мои я выкройки которые только что вот пользовалась выкраивала пальтишко я дочке здесь всякая всякая мелочь которая нужна и если знаете если подумать что здесь беспорядок да но я здесь все нахожу здесь всякие вот резиночки и замочечки которые нужны ну и здесь еще тесьмы и клейки подкладки вот эти так у меня четыре куклы не пугайтесь так это мой штатив убрать его можно лампой штатив сразу же это размер 34 36 нет 34 скорее 34 34 36 примерно он совсем маленькая кукла это тогда я когда на юниоров на юган чего мне нужно этого кукла который от 38 можно ее расширить на на большие сантиметра ли сантиметры это 36 38 примерно размер это уже 38 40 размер это новая совсем куклы я ее заказала из-за того что мне нужно было такой объемный размер такой для курток для больших не вот по идее вот эта кукла уже подходит хорошо но нужно было еще побольше потому что в германии такой это стандартный размер 38 40 если на кого-то шью что вот этот размер у меня был вот конечно я могла бы справиться с той куклой все но она такая знаете она хотя раздвигается из-за того что она раздвигается на такая хлипкая знаете вот она хлипкая ее так сложно надеть и она дорогая была и когда вот нужно мне вообще экстремальный размер тогда я его пользуюсь и это конечно стабильная и она там пенопласт и можно хорошо работать с ней вот мои выкройки все которые мне нужны я их очень часто пользуюсь все по папочкам кое-где которые сейчас недавно пользовались еще не убрала толком ну и здесь книги и фотографии оригинальные модели модной одежды выкройки вот выкройки для выкройки книжки всякие для выкройки некоторые даст это линейки тоже без ними это запаковывать уже готовые изделия когда отсылать там по пакетике специальные здесь мой пара генератор у меня такое от ротель ничего такой нормальный но часто им не пользуюсь последнее время когда вот шью такие его лучше когда вот пользуешься штаны или что такое вот серьезно шьешь а когда вот именно трикотаж им я не пользуюсь здесь он пустой опять убрать этот ящик пустой такой же у нас ящик здесь у меня здесь всякие называются квитанции или как что делаю распределаю ну короче для финансового ну для налоговой комиссии потом все здесь также это здесь всякие квитанции собираю которую я заплатила мне тоже нужно отдавать потом это мои ногти которые до сих пор еще дело не дошли здесь кое-какие образцы ткани и не только ткани и камни и все короче что нужно для танцев это сюда принадлежит вот и маленькая комната здесь маленький завал но он давал он стоял наверху на полке здесь мои клеи всякие для камней здесь ведь еще я не доделал кое-что нужно доделать для девочки отдать она ждет уже все что такое мелочь камешки внутри еще здесь мой следующий проект сумку хотела себе шить из этой бумаги руки просто не дошли пока хотела переплести вот эти все вместе надо попробовать все сделать и здесь лилечки ищу платья которое красивое больное платье хочу сшить до рождества точно сошью ну и все что нужно отвертка короче вот такое мне место удобная сижу я на стуле налево направо могу двигаться я вот так я как вот на стульшую слева направо и туда-сюда есть и лозимся на и удобно знаете слева направо туда и сюда вот так все машинки могу сразу же пользоваться не вставая и поэтому я успеваю быстро шить потому что я вот именно не когда начинаю что ши раскрою здесь на этом месте мне удобно если мне места не хватает я подставляю сюда гладильную доску еще к этому же месту и у меня расширяется место тоже очень удобно тоже полезно так сделать я могу это даже перетянуть на себя и гладильную доску и тогда уже мне тоже такая плата спокойно есть вчера я закупилась ткани обязательно сейчас сделаю обзор и это такая мягкая ткань я вам вчера показал серенько вот такая нежно крема бежевая я хочу себе сшить кардиган без выкройки покажу свой метод как я сделаю вообще без швов из только рукав и плечи плечевой шов и все будет вот такая кардиганчик у меня будет очень тепленькие и это знаете это не она хотя мягкая но это не полиэстер это меж 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 но это полиэстер мешанка с вискозой очень 60 процентов там вискоз и поэтому она вообще такая мягкая тоненькая и вот и знаете ее не не нужно она вот срез как он есть трикотаж да он видите да его не нужно обрабатывать вот нарежу и все так что за ткани я еще заказала почему мне камни они уложатся когда вы краю кусочек такой темного было бордового цвета посмотрим что сюда лучше подойдет не знаю конечно здесь лучше приписывается ну так эту ткань я где-то в интернете видела она офигенно из этого платья хочу себе сделать но такое кисточки знаете кисточками рисованная это я уже часто и встречала но мне нравится такой нежно-розовая отличное платьишко из него будет эту ткань я синяя это за чего магазин вообще ездила я хочу сделать сейчас выходные у нас у мамы домика будет день рождения мы пойдем ресторан и будет вот такая сумочку я хочу сделать а сумку будет из ее покажу сейчас потом обязательно сниму видео как эту сумку делать буду с джинсом мешать вот эта ткань она такая плотный хлопок это специально для сумок таких хлопки такие канвас называется ткань и хочу и ее она когда-то вязала своему сыну одеяльчик и это одеяльчик и хочу перешить ей в сумочку потому что мне это одеяло не нужно уже ей на память так скоро у нас будет хэллоуин все знаете кто такой хэллоуин будем вместе ходить конфеты выпрашивать сделаю две сумочки куда конфетки будут я сначала думал куплю им где-то пластмассовые такие кирбису а потом зачем пластмасс покупать если я могу две сумочки короткое время сделать мякушки или очки какой красивым мотив мне очень нравится он так классно выглядит дело две сумочки также здесь вот идет черные джерзи черные трикотаж черные тюль я буду или делать платье векса платье ну платье ведьмы сделать такой пышненькая юбочку пышненький вверх так чтобы она могла сверху одеть на курточку чтобы удобно было да вот такая хексом маленькая будет здесь я купила тоже тюль два куска тюли этот тюль я вам вчера показывал уже в обзоре магазина очень классная ткань это вот именно двойная нить наверное называется вот он клёвая ткань и мне расцветка такая нравится да и под низ будет вот такая юбочка такая пышненькая из тюли знаете сделать типа худи такая ну как такой маленький святшот и святшот подсветшот сделать вот такую пышненькую юбочку как она не любит вообще одевать никакие кофты кроме платьев а платьев иногда и в зимой неудобно одевать но у меня пришла идея зачем я сделаю его такой пулловерок вот этот плавер святшот сделай пышненькую юбочку коротенькую такую еще уже будет ребенок одевать скорее всего это мои мысления так это мягушкина хэллоуин тоже это не было сатина они мне дали футер что очень классное качество и и не было тоже футер не было сатина я взяла вместо футера вискозовый такой ум ханк он будет такой тяжеленький сделаю миг обважалась его сделать вампира им буду плащ делать вампира так теперь вот эту ткань я хотела мне пушки сделать штанишки она выглядит как джинс джинс коричневый и у меня еще ткань я заказывала пришла недавно где-то сейчас найду покажу вот принесла принесла ткань вот эту и заказывала тоже такая же не это бомболь это джорзи просто бомболь всякой низкий подклад сделаю из этого карманчики такие пестренькие будут и вот типа джинсов вместе такой знаете солидный вид коричневые удобные штанишки будут вот теперь теперь конечно как всегда любимый ткань моей дочери лиценз ткань нельзя ее продавать нельзя фотографировать нельзя в интернет выставлять но я сейчас штрафанусь себя никто не видит никто не расскажет наверно и также сделаю ей типа платьишко и сделаю внизу вот такую же юбочку драпированную она будет красивая типа пловер с такой юбочкой будет отлично потому что пловер мы чаще одеваем на джинсики чем платьишко на джинсики одеть ну вот такие планы маленькие швейные здесь я уже показывала вырезанная у меня пальтишко и задумана у меня идея одна сделать пальтишко богу и еще не знаю получится не получится буду пробовать смотреть как будет делаться уже хочу кое-что испробовать посмотрим получится нет ну вот так у меня выглядит комната здесь у меня висит кстати забыла сказать здесь висит такие прищепки я сюда подвешиваю выкройки иногда или рисунок которые шить чтобы что дизайн какой-то так выглядит моя комнатка надеюсь вам понравилось это видео друзья пишите мне комментарии подписывайтесь на мой канал не буду очень очень ряда ну до следующего раза пока пока удачи